Здравствуйте! В прошлый раз я обещал рассказать о гончарном круге, который наилучшим способом подходит для занятий гончарным делом как хобби. Вот он передо мной. Это круг японского производства ШИНПО, его название РК5Т. Буквка Т означает то, что он с педалькой. Вот у него есть такая педалька. У ШИНПО он не все стандартные и имеет такой вид. Причем надо обратить внимание, что педаль фиксируется в любом положении. То есть не надо постоянно держать ногу на педали. То есть один раз нажал, ногу можно снять и выкручивать свои изделия, не переживая обороты двигателя. Чем этот круг хорош? Во-первых, для занятий хобби он незаменим тем, что он небольшой. Его можно хранить и в квартире, и в небольшом доме. Причем если долгое время вы им не пользуетесь, то его можно убрать куда-нибудь там на три соли, на кладовку. То есть он занимает немного места. Вес у него, наверное, килограмм около 18. С одной стороны, это немного, потому что хорошие профессиональные круги весят 40-50 килограмм. И большой вес круга это хорошо, потому что его не будет болтать при центровке глины. Его легко обслуживать. Его легко мыть. То есть, как видите, здесь нет никаких острых углов. То есть он губкой очень легко моется. На нем не остаются никаких потеков. То есть промыл, протек, все. То есть рабочее место готово для следующего раза. Этот круг оборудован съемными дисками, что тоже весьма удобно, тем более для начинающих гончаров, так как изделия, которые выкручиваются, они достаточно мягкие. И для того, чтобы их постоянно не хватать руками, можно прямо на этой площадочке, на этом съемном диске изделие брать и ставить на сутки. А в это время можно крутить следующее изделие. То есть ставишь... Здесь есть специальные три, где фиксируется диск. Вот и можно крутить следующее изделие. А на этом, на первом изделие сушится. Особенно это актуально для таких изделий, как тарелки. То есть тарелки вообще очень сложно снять. То есть для этого применяются специальные шпатели. И все равно они деформируются. То есть приходится потом подправлять. С помощью таких кругов проблем не возникает. Значит, да. Для того, чтобы слить воду, шликер, высыпать глину, достаточно вытащить вот этот лоток, куда все отходы гончарного производства собираются. Она просто выливается, выкидывается. Здесь есть вотер-линия. То есть можно смотреть, когда вода перельется через эту вотер-линию, значит, это уже поздно вытаскивать. Уже вода пошла вниз. Хотя, надо сказать, что даже если вода перелилась вниз, все равно в блок подшипников она не попадет. Потому что блок подшипников стоит немножко выше, выше этой площадочки. И все неприятное, что может быть, то, что вода просто стечет вниз. Там, на мебели, если внизу какая-то там табуретка, стул, тумбочка. Сам диск, он компактный. Это, с одной стороны, плюс. Ну, а с другой стороны, надо подумать, куда его ставить. Вот. Либо его ставить на стол. Вот, как я сейчас поставил. Если я вот сейчас поставил, то гончарить можно стоя, да. С одной стороны, можно гончарить стоя. Но при больших объемах работы это, это, конечно, неудобно, да. А либо же надо искать какую-то маленькую табуретку, тумбочку. То есть ставить его на тот уровень, на который вам будет удобно работать. Далее. Какие у него еще преимущества? Самое большое преимущество, то, что он идет для хобби, это его цена. Новый круг, такой, можно купить за 45 тысяч рублей. В общем, для гончарных кругов это цена невысокая. Тем более, если учесть, что этот круг японского производства. Есть еще небольшой плюс у этого круга. Он достаточно работает тихо. То есть, вот я сейчас соберу. Посмотрите, как он работает. Вот я возьму скотч, чтобы видно было вращение. Включаю и нажимаю на педальку. Вот педаль, когда я на нее нажимаю, вот он вращается. То есть, вращается достаточно тихо. То есть, работа круга достаточно малошумная. Вот это максимальные обороты, которым он развивает около 200 оборотов в минуту. Не будет напрягать соседей, домочадцев, которые рядом находятся. Может там кто-то спит, смотрит телевизор. Да и для самого гончара тоже это очень хорошо, потому что шум двигателя не напрягает. Ну и более того, некоторые любят крутить на гончарном круге под музыку. Ну, либо слушать какую-нибудь аудиокнигу. То есть, на этом круге все это можно делать. Рев двигателя не наполняет пространство вокруг гончара. Значит, какие у этого круга минусы? У этого круга не совсем удачная конструкция вот этих съемных дисков. То есть, если посмотреть, то вот этот диск имеет люфт. То есть, вот даже слышать, да? Если даже его посильнее нажать, люфт вроде уходит, но он все равно есть. Вот даже вот так вот, да? Вот он. Все равно люфт есть. То есть, он буквально доля миллиметров, но когда, допустим, но когда выкручиваем большую вазу, там, около 30 сантиметров, то на самой высоте этой вазы люфт уже больше. То есть, он начинает бить. То есть, благодаря вот тому, что руками все-таки воздействуешь на изделие, оно начинает вот это воздействие качать вот этот диск, и изделие начинает ходить туда-сюда. То есть, естественно, сбивается центровка и, возможно, даже брак. То есть, очень сложно работать. Ну, и плюс никакого удовольствия от работы при этом биении, естественно, нет. Ты бьет, да? А вот если я надену вот этот диск... Здесь тоже есть. То есть, вот-вот. О! И все равно, и все равно он есть. То есть, от этого очень сложно избавиться. То есть, а система тут такая, что вот сам диск, а здесь вставлены резиночки. Две резиночки. То есть, для чего это сделано? Для того, что когда гончар на нем работает на круге, в лоток попадает вот в эти отверстия, и вода может пролиться вот сюда вниз и попасть уже не в лоток, а мимо лотка. То есть, она потечет вниз. Поэтому, мудрые японцы взяли и поставили сюда резинки. А эти резинки не позволяют вот этому диску надеться на шпильке достаточно плотно. То есть, они все равно отпружинивают, или отрезинивают. И диск... И диск... И диск... Причем, японцы обещали... Вообще сейчас сильно. Постоянно приходится что-то придумывать, чтобы... Ну, постоянно нажимать, чтобы, в конце концов, этот диск поставить на место. Поэтому, вот это единственный недостаток. Но, опять-таки, скажу, что если, допустим, его использовать не как профессиональный круг, а как хобби, то никто не будет выкручивать высокие изделия. Если ты не профессионал, а любитель, то выкрутить изделие даже, там, 15 см достаточно сложно. То есть, как правило, люди, которые занимаются ради удовольствия гончарным ремеслом, они выкручивают, там, максимум, 10 см в высоту. Ну, при 10 см вот это биение, оно не особо напрягает. Еще скажу, что этот круг рассчитан максимум на 3 кг керамической массы. Что это значит? Ну, это значит то, что очень больших вещей вы на нем не сделаете. На него можно поставить 3 кг, и вот сами думайте, что из них можно сделать. В общем, можно сделать все, но все можно сделать для себя. То есть, кружки, чашки, миски, блюдца какие-то там, даже небольшие графинчики, бутылочки. Даже можно вазу сделать для цветов такую тоже небольшую. Все это можно сделать. Здесь нет никаких ограничений. Единственное, что, конечно, ограничение идет по высоте из-за вот этого люфта. И причем, ну, скажем так, это слишком, ну, очень большая должна быть высота сантиметров. Там 20, 25, 30 сантиметров. А при маленьких высотах, в общем-то, это не ощутимо. В общем-то, конечно, вот с этой болезнью можно бороться. Я даже снял фильм, как с этим бороться, но это не совсем для новичков. То есть, это уже для тех людей, которые хотят действительно уже своими руками что-то модернизировать, чтобы на круге было работать более приятно. Он доставлял еще больше удовольствия, чтобы на нем было работать удобно. И все это направлено для того, чтобы увеличить скорость. То есть, я считаю, что разница между любителем и профессионалом заключается в скорости работы. То есть, если профессионал может там за день сделать 20 кувшинов, то любитель, может быть, кувшин сделает там за 2-3 дня. Чтобы его там скрутить полностью, весь склеить, декорировать, с сырой глиной закончить работу, это где-то 2-3 дня. Профессионал может это сделать за день, за 2 дня, но 20. То есть, это скорость. А скорость – это, прежде всего, автоматизм в движениях, это наработки на одних и тех же операциях, и просто как можно меньше совершать лишних движений, которые тебе просто не нужны. То есть, когда смотришь, как работает профессионал, то всего движения достаточно просты. Но они просты не потому, что они легкие в исполнении, а просто потому, что нет лишних движений. То есть, все до предела оптимизировано. Еще раз давай посмотрим, как он работает. Вот он работает в одну сторону. Можно его также включить в другую сторону. В нем стоит обычный коллекторный двигатель. Коллекторный двигатель постоянного тока. В нем стоит схема управления. Эта схема позволяет держать определенные обороты. То есть, тут не регулятор мощности, здесь регулятор оборотов. Что это такое? Когда мы включаем двигатель и начинаем… То есть, мы видим, что он вращается с определенной скоростью. Я убрал. Если я, допустим, буду прикладывать к этому диску усилие, он, конечно, немножко затормозится, но, тем не менее, он до конца не остановится. То есть, он эти обороты будет держать. Даже в тех условиях, если я еще сильнее буду давить. Вот видите? Ну, это, конечно, уже совсем не остановило его. Но при больших оборотах, он уже обороты держит еще лучше. Вот видите? Он держит очень хорошо. То есть, я достаточно серьезно нажимаю. Хотя надо сказать, что здесь двигатель с мощностью 100 Вт. То есть, с одной стороны, 100 Вт – это небольшая мощность, но, поработав на этом круге, я понял, что, действительно, с тремя килограммами глины он справляется очень даже хорошо. Ход у него достаточно плавный. Он не бьет. Если я сейчас буду уменьшать скорость, вот мы увидим. То есть, вот его практически минимальные обороты. Сейчас я еще попробую меньше сделать. О, все остановился. Как вы видите, он начинает вращаться не с нуля. То есть, он начинает вращаться с достаточно высокой скоростью. Конечно, гончарная работа – это не особо сказывается, потому что при таких оборотах вообще-то уже ничего как бы не делается. Но для декорирования гончарных изделий эта скорость, конечно, большая. То есть, хотелось бы, чтобы он вращался еще медленнее при минимальных оборотах. То есть, это еще один, скажем так, минус у этого круга. Тем не менее, я думаю, что это тоже не фатально. С учетом невысокой цены это нормально. Потому что, если там ставить уже какую-то мощную систему управления, она, естественно, будет стоить и дороже. Ну, естественно, и круг тоже станет дороже. Ну, а для декорирования просто надо… Я вот использую вот такое приспособление. То есть, где уже можно руками вращать изделие. Вот сюда ставится, вот, и уже можно рисовать и руками двигать. Вот видите, вот как легко вращается. Потому что у меня тут стоит подшипник. Я поставил. Здесь на этом круге так не сделаешь. Потому что он очень тяжело вращается. На основном ходу он тяжело вращается. Видите, в одну сторону он еще хоть как-то вращается, а в другую он вращается очень сложно. То есть, практически, что-то делать на нем вручную, да, декорировать, это уже достаточно сложно. Здесь, пожалуйста, то есть здесь можно. Поэтому, конечно, помимо круга надо и видеть вот такую туркетку. Ну, вот на этом я хочу закончить обзор вот этого круга японского. Еще раз назову его фамилию. Фамилию у него Шинго. Имя у него РК-5Т. Если у кого-то нету таких больших денег, там, 45 тысяч, то, в общем-то, на просторах интернетах можно купить такой бэушный. То есть, в общем-то, я думаю, что тысяч за 30, 35 можно взять. Ну, наверное, тысяч за 30 можно взять точно такой же, только без педали. То есть, педаль, она идет уже как бы в дополнительных опциях. Есть такие же круги с ручным управлением. То есть, здесь просто стоит вот рычажок. То есть, рычажок взял, установил скорость и начинаешь работать. Я скажу, что это неудобно. Во-первых, рычажок будет постоянно пачкаться, потому что руки гончара, они постоянно находятся в глине. И контролировать скорость иногда надо тогда, когда руки заняты. Это удобно. Это не обязательно, что так надо всегда. То есть, я знаю японских мастеров, которые работают только на круге с ручным управлением. Им удобно работать с рычагом. Но, опять-таки, надо понимать, что для гончарного дела как хобби нужно сделать все для того, чтобы работа на круге приносила удовольствие. Чтобы это все было удобно. Поэтому для этого станочка, для этого круга, конечно, оптимально иметь вот такую педальку. Поэтому, когда будете покупать круг, обратите внимание, что есть круги с педалью, а есть круги без педали. То есть, вот с этим рычажком. То есть, я рекомендую, конечно, убрать и с педалью. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...